Всем привет, я на канале Коллега Мастера, и сегодня мы посмотрим набор под артикулом 76.0.25. В этом наборе 175 деталей примерно. Стоит он 2000 рублей, и предназначен для людей, старше 6 лет. Это набор по DC, истребители зелёного фонаря. И ещё хотелось бы сказать, что, помните, я говорила в одном обзоре, что запускаю новую рубрику, восстанавливаю старые наборы. Вот это первый набор. Я не знаю, дальше, наверное, не буду восстанавливать, вот. Но это первый набор, я его восстановил, и делаю на него обзор. Коробки нет, поэтому давайте посмотрим инструкцию. Инструкция. LEGO, DC Comics Super Heroes, супергерои, 76.0.25, сам набор. Открываем. Тут у нас как открывать набор. Собираем Бэтмена. Синестра, из зелёного фонаря, и начинаем сборку мы на восьмой странице. Ещё у меня, кстати, некоторых фигурок нету, и аксессуаров, но это не беда, я заменил. Вот, собираем, 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 и заканчиваем сборку на 70-й странице. Дальше у нас Super Jumper. Функции и перечислился всех деталей. LEGO Club. Игра. И все наборы для неких. Super Hero и LEGO Batman. И LEGO Vyn. Вот мы посмотрим инструкцию. И давайте посмотрим мини-фигурки. И давайте посмотрим мини-фигурки. Первая мини-фигурка у нас это Синестра. У него принты надулы из пяти, на ногах. Принты сзади. Логотип зелёного фонаря. Я вот на самом деле не знаю, это злодей или положительный персонаж. Вот. Потому что на инструкции написано, что он сражается с зелёным фонарем и Бэтменом. Ну, в принципе, ладно. В общем, голова у него розовая. Такие вот волосы у него, прическа чёрная. Вот. И у него второе выражение лица есть. Вот такое вот спокойное. Также у него должен быть аксессуар. Это такое жёлтое оружие. Я вам его сейчас покажу. У меня просто его нет. Я вам его покажу в инструкции. Вот. Вот такой вот аксессуар. Должен быть у Синестра. Такое вот оружие. Я его, к сожалению, не потерял. Вот такое вот Синестра. Следующая мини-фигурка у нас это зелёный фонарь. Вот. Сам зелёный фонарь. И у меня, опять же, это зелёный фонарь из серии мини-фигурок. Это не тот зелёный фонарь, который должен быть из набора. В наборе зелёный фонарь у нас... Сейчас я покажу в инструкции. Вот такой вот должен быть. Вот. У меня немного другой. Ну, в принципе, ладно. Давайте я его посмотрим. В общем, принтер он туловый уже спереди. Сзади. На ногах. Двойной пластик. Сам вот этот фонарь зелёный. И голова. Вот такой вот зелёный фонарь. И последняя моя фигурка в этом наборе это Бэтмен. Опять же, у меня нет кое-чего от этого Бэтмена. У меня нет крыльев. И джетпака. Я даже... Вот у меня был обзор на... В восемнадцатом году был обзор на мои пятнадцать любимых фигурок. Там у меня эти крылья были. Я не знаю, где они сейчас. Ну вот. Вот так должен он выглядеть. С крыльями и с джетпаком. Вот. В общем-то, ноги белые просто. Принтер он туловый спереди. Сзади. И такой вот серый шлем. Стребренный. И вот лицо. Фигурки мы посмотрели. И давайте посмотрим сам набор. Кстати, забыл сказать, что у Бэтмена есть вот такой вот джампер. Супер джампер. Его можно сюда прикрепить. И... Посмотрите, что будет. Вот так вот. Нажимаем. И он прыгает. Вот. Ну и давайте уже посмотрим набор. Сам набор. Он у нас состоит из двух частей. Это получается... Такое хранилище зеленого фонаря. И истребитель зеленого фонаря. Давайте начнем с постройки поменьше. Это... Такая кабинка. Где... Зеленый фонарь какой-то. Вот. В общем, можно истребителем. Сейчас. Ладно. Потом покажу вам эту функцию. Сейчас просто рукой. Вот. Вот так. Можно откинуть эту крышку и забрать зеленый фонарь. Но, так как у меня есть новая фигурка 2020 или... Ой, 2020 года. Вот. Можно поставить новый фонарь. Это отдельная деталь. И будет намного лучше, чем старый фонарь. Вот. Этот фонарь такой себе. На самом деле. Вот. А новый фонарь очень классный. Отдельная деталь. Вот. Так. Еще. Кстати, у меня здесь не хватает одной детали. Вот эта вот. Тут я заменила серой. А вообще, она должна быть вот такой. Вот. Черно-желтым. Вот такое вот хранилище для зеленого фонаря. Вот. И обратно можно так его поставить. Этот зеленый фонарик. Все. Убираем. И... Вторая часть набора. Это уже истребитель зеленого фонаря. Начнем с его кабины. Это зеленая такая кабина. Значит, значок зеленого фонаря. Это принт. Туда можно посадить зеленого фонаря. Вот. Берем нашего зеленого фонарика. И сажаем его туда. Так. Сажаем. Все. Вот так его можно позадить там. Закрепить. И он так будет летать. Также у этого истребителя, конечно же, есть функция стрельбы. Вот. Для чего. Вот. Эта функция. Нужно просто сбить. Так, я же выстрелил. А, блин. Обратно пулька забилась. Ну ладно. В общем, вы поняли, да? Как он стреляет. То есть вот так вот. Там как бы две пульки. Вот. В общем, снизу вот так вот он выглядит. Зеленый. К пауку. Вот такие вот крылья. Тут такие статшутеры. И не садшутеры, это как они, флик-ракетки? Да, по-моему, флик-ракетки. Вот так они стреляют. Пимпочками. И сзади вот такие вот крылья. Или что? Ой, не крылья, а как? Не знаю. Даже как это описать. Ну, в общем, вот такие вот штучки. Вот. Вот такой вот истребитель. В принципе, набор мы сам посмотрели. И давайте подводить итоги. Итоги. И что бы я, конечно же, хотела сказать об итогах. Это, конечно, оценить данный набор. Данному набору я поставлю 6 из 10. Все потому, что мне набор не особо понравился. Во-первых, из-за того, что он по DC. Кстати, у меня это первый набор по DC. Второй был это по Чудо-женщине. Вот. У меня был нюансон. Вот можете посмотреть по второй Чудо-женщине. Такая станция, или что это было. Вот. И этот набор, он же по DC, да. И такой себе, потому что, по-моему, фильма по зеленому футболю не было. Или был. Хотя, не знаю, вот напишу здесь, был или нет. Да или нет. В общем, такой себе скучнованный набор. Обычный истребитель и обычная какая-то станция. То есть, у меня этот обзор занял где-то 11 или 12 минут. Вот. Поэтому, понимаете, да, что набор маленький и неинтересный. Поэтому сейчас здесь идем. Потому что, все же, истребитель классный. Фигурки тоже классные. Тем более, Синестра, он редкая фигурка. Включался, по-моему, только в этом наборе. Ну, еще в коллекции мини-фигурок, опять же, в котором зеленый фонарь был. Там был, по-моему, в синим костюме каком-то. Вот. А это все несколько в этом наборе. Да. Ну, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok